Приветствую вас. Я думаю, что в ответе я раскрою несколько моментов, которые мне показались наиболее важными, и, соответственно, от них я предлагаю вам отталкиваться. Первое это боль, которую вы так боитесь, и боитесь вы ее не напрасно, она внушает страх, действительно внушает страх, потому что вы не делаете выводов. Вы снова и снова обжигаетесь, вы снова и снова совершаете ошибки, но вы не делаете выводов из боли. Именно поэтому вы не боитесь. Боль означает, что вы не вынуждаетесь нуждаться в развитии, например, в личностном росте. Боль означает, что вы деструктивно ведете себя в общении с людьми, в том числе и с друзьями своими. Боль означает, что вы при формировании своей позиции, при формировании своих, ну, своего образа во взаимоотношениях с другими. Переходите границами. Боль означает, что ваше поведение, мобиль поведения в общении с людьми деструктивна. Боль означает именно это. Бояться боли не нужно. Боль – это хорошая история. Боль – это сигнал. Боль – это некий ориентир, это стены, на которые вы можете опереться. Боль – это подсказка, в какую сторону вам двигаться. Второе. Отвечая на ваш ключевой вопрос, который вы задаете, я отвечу общими, ну, достаточно общими словами. Вам нужно перестать искать в людях то, что нужно вам самому. Вам нужно в людях видеть только людей. И вы же в них видите, с одной стороны себя, с другой стороны то, что вам нужно. Именно поэтому с людьми у вас так тяжело происходит общение. Именно поэтому вы боитесь потерять людей. Именно поэтому вы настолько мотивированы поддерживать с ними общение. Вам что-то от них нужно. То есть вы сверх мотивированы общаться, что является деструктивным при взаимодействии двух независимых и априори равных партнеров. То есть вы изначально вступаете в отношения как равный партнер, но ведете себя не как равный партнер. И, соответственно, возникает проблема. То есть нужно определить, что вы хотите, что значит для вас общение, в том числе и девушки. То есть для чего вы общаетесь с девушкой, зачем. И, соответственно, после этого уже корректировать свое поведение. То есть, к примеру, если через девушку вы пытаетесь доказать, что с вами, ну, что вы полноценны, это одно. Если вы через девушку реализуете свою потребность и значимость в любви и так далее, то это другое. Ну и дальше по списку. А так вы же понимаете, что вот вы говорите, что я привязываюсь к имени, да, то есть к имени вы привязываетесь. То есть вот вы, значит, услышали имя, да, и все. То есть от 6% очевидно, что в имя вы вкладываете что-то свое, да, то есть что-то вот, что именно для вас какое-то значение имеет. Это нужно учитывать и отделять свое значение, да, от, соответственно, того, что из себя реально представляет человек. Далее, что касается предательства, я не знаю, насколько вы готовы будете это воспринять, но ваш друг, он вас не предавал. Да, он стал вас игнорировать, потому что вы ему стали, как вы говорите, неинтересны, хотя это еще не факт, это нужно поинследовать. Может быть выяснится совсем другие факты, которые укажут, что ему, ну, что были другие причины, по которому он пришел с вами общаться, он начал игнорировать. Вот, я думаю, что 50% условно говоря, вы выложили то, что произошло. Потому что, вероятно, вы слишком идеализировали дружбу, вероятно, вы слишком показали свою нызаемость в человеке, и человеку стало некомфортно с вами именно по той простой причине, что появились ожидания. То есть, вот, именно, именно, вот, он почувствовал, что, как бы, у вас есть ожидания от него. Ну, вот, и, в общем-то, ожидания явно большие. Большие. Вот. Больше, чем он мог, например, вам дать. Вот. К примеру. Вот. То есть, это вот такая история. Это такой момент, и я думаю, что вам, ну, вот, нужно исходить из этого. На мой взгляд, вы относитесь к дружбе, опять же, слишком идеалистично. То есть, вы ее идеализируете. Вот. Вот. И, понятно, что у этого есть причины. То есть, есть причины, по которым вы идеализируете дружбу. Вот. 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 Но, как бы, от этого не холодно, не холодно, не горячо. Да. То есть, ну, не перестать идеализировать. Даже, даже, может быть, не перестать идеализировать, в прямом смысле слова, а раскрыть то, почему вы ее идеализируете. Раскрыть то, что вам нужно. Вот. Ибо, есть, конечно, причина. По которому вы это делаете, есть, ну, есть объективные ваши желания. Вот. Этот момент всего нужно учитывать. Без данного аспекта, ну, вряд ли что-то получится. Вот, в принципе, так, я думаю, вам можно ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Я так понимаю, что вы, человек, достаточно интровертный. То есть, вы, ну, сильно, часто, вот. Ну, погружаетесь, погружаетесь, погружаетесь в себя, вот. И, на мой взгляд, вот, ваш дневник, про который вы говорите, ну, так вот. Данные, которые вы приводите, в том числе, это одно из, ну, один из показателей, как бы. Вот. Поэтому, я думаю, что вам нужно учиться адекватно выражать свои мысли. Я думаю, что вам нужно адекватно вырабатывать адекватную модель своего поведения. Вот. И, соответственно, уже, вот это вам будет лучше гораздо. Ну, и, конечно, вот, те комплексы, которые у вас есть, да, вот. Говоря о комплексе, я имею в виду, конечно, конечно, то, что вы себя как-то вот чувствуете, ну, скажем, некомфортно, да. Вот. То есть этот момент его тоже необходимо учитывать. Вот. Давайте, давайте мы еще раз сейчас, я еще раз пройдусь по тексту вашему, вот. Дабы посмотреть. Ничего, ничего ли я не забыл. Так. Значит. А, вы пишите, эээ. В детстве естественно не было никаких душевных проблем. Да нет, это не совсем естественно. Нам все началось с первого предательства, это не было предательства, как я уже сказал. То есть про предательства нужно поговорить подробнее, но, как бы, здесь это не предательство. В 2015 году предоставлено для меня событие. В музыкальной школе я столкнулся с одним из учеников, что у нас же школы. Он был начал меня на три горя, поскольку у меня не было друзей, я хотел с ним подружиться. А вот. Что-то это один из моментов. Друзей у вас не было, но вы очень хотели друзей. А, почему, почему именно с ним вы хотели подружиться, подружиться, загадка. А, почему у вас не было друзей до этого, загадка тоже, особенно, если вы пишете, если, особенно, если вы пишете, что, что у вас с ней было проблем. Если, вот... То есть, тут, и застыковочка получается, да, как минимум. Вот. Так что мы давно нужны? Мы хотели с ним подружиться. Только дело, что вы хотели с ним подружиться. Это один из ключевых, ну, моментов, один из ключевых аспектов, что вы хотели с ним подружиться. Вот. Дружбу, просто чтобы вы, просто чтобы вы понимали, да? Дружбу. Так не строят. Дружба строят все-таки немножко иначе. Дружба строят более, если можно так выразиться, независимо, менее мотивированно. Вот. Ну, если, ну, вы, вам было необходимо с ним подружиться. Настолько необходимо, что вы спичите, значит, что в ноябре я должен был ехать на музыкальный конкурс, если договорились, что он тоже поедет, что в ноябре я молился Богу, что он ехал со мной вместе. То есть, вот настолько вам это было нужно, что вы молились Богу. Вот. Обратите внимание, что у вас, значит, присутствует вера в Бога. То есть, я сразу скажу, что прямо ничего, прямо плохого в этом ничего не вижу в том, что вы именно верите, но с учетом вашей ситуации, которую вы описываете, я полагаю, что на Бога вы, в частности, вы перекладываете часть своей ответственности, которая у вас, ну, которая вас, например, тяготит по той или иной причине. Опять же, я не хотел бы здесь говорить, что я прямо прав, да, но судя по тому, что вы описываете, на мой взгляд, ситуация именно такая. Дальше, так, вы пишете, значит, я выехал мне с ним, по дороге мы разговаривали, дальше приехал, продолжили общение, мы провели, мы вместе провели 7 часов, уехали в 7, приехали в 14, 15. После этого мы назвали друг друга друзьями, но это очень рано, да, то есть, как бы, для друзьбы гораздо больше времени люди. Приезжавшись, я начал плакать, такое было часто, когда у меня, когда у меня кто-то в костях, потом он уезжает, я плачу о нём, да, то есть, вот здесь травматичность восставания, соответственно, ориентирован на других. У меня началась депрессия, депрессия – это боление, я нужно диагностировать и лечить, соответственно. Мы не проводили вместе много времени, кроме того, влияло на мои свидетельства, я прекрасно помню, как он радовался на этом встрече, во время он стал называть меня лучшим другом и школьным братом. Ну, опять же, опять же, да, то есть, вот, со временем это он начал называть, но как, если вы не проводили много времени вместе, то есть, это загадка. Я писал стихи, он говорит, что ему приятно, помню, ему было плохо, я написал стихи, он после его прощения впервые улыбнулся, что бы вы ему помогли, да. Тогда я считал, что у нас с ним, как было у Владимира Высоцкого с Володой Абдулова, они были с друзьями, у них была разница возраста, как у нас с ним три года. Тогда я наивно пользовался цитатой Абдулова «Дружба превыше любви». Ничто не превыше другого, что вы почему-то идеализируете «Дружбу», но ничто не превыше другого, и непонятно, почему именно у Владимира Высоцкого с Володой Абдулова. Кажется, что тут у вас имеет место быть чрезмерный духовный статус, чрезмерное акцентирование своего внимания на духовном мире. Опять же. Со временем меня предал, просто начал игнорировать, как я понял, я самым интересен в том, что это была первая предательность, в первый раз, когда я почувствовал боль. То есть, вы свою боль связываетесь с предательством, знаете, предательство – это обвинение, это обвинение и принос ответственности на другого. А боль – это ваше собственное чувство, это ваша собственная эмоция и за нее ответственность несете, ну, пожалуй, вы. Вот. То есть, не человек, да, а вы за то, что вам больно, за свою больность несете ответственность свой. Вот. Вот. Ну, другой вопрос. Хотите ли вы этого? Хотите ли вы? Несете ответственность. А, сейчас моя проблема – девушки, нет личных отношений, мне это дают. Почему? А вот вы считаете, что у вас должны быть, должны быть отношения? Потому что вы, вероятно, не удовлетворены. Вот. И вопрос? А, к вам, у меня. Вот, как бы, как бы, чем вы не удовлетворены, конкретно. Вот. Именно конкретно. Именно конкретно всем. Это, это тоже нужно исследовать. Многим девушкам, которые важна внешность, много девушек, которые военном нет, а другие факторы, я считаю, которая не была военном нет, а та, которая была счастлива. Нет, счастливы, счастливы вы можете быть сами по себе и должны быть счастливы сами по себе. Вот. Ну, после того, чтобы другого человека сделать счастлив, но не забывать, чтобы он счастлив на себя себя. Это первое. Второе. А, внешность – это нормальная, я не думаю, что вы какой-то урод. А, я думаю, что всё дело в том, чем вы занимаетесь и как вы себя реализуете. Вот. То есть, любимое дело – ваши дела, к чему вы занимаетесь. Я думаю так. Вообще с отношениями вы очень много внимания делаете. Я общаюсь с девушками через интернет, и вдруг происходит такая картина. Ну, вот, это, наверное, одна из ошибок, да, то, что вы общаетесь с ними через интернет. Реально, вас они, фактически, не видят. У вас ничего не связывает. Вот. Вот. Либо вы это для себя примите. Вот. Либо вы для себя это примите. Сейчас. Либо, скорее всего, ну, скорее всего, вы так вот и будете страдать, потому что, ну, в интернете очень маленький шанс. Поднакомиться реквардно. Вот. Интернет просто не для этого. Дальше. Так. Вначале я могу мгновенно привязаться к их за имени. Например, Диана – моё любимое имя. Чем? Если идёт общение с какой-нибудь Дианой, я быстро привязываюсь. Начинаю писать, дать ответов, бояться потерять. Наверное, слишком замотивировано. Только с одной, сейчас общаюсь, взаимный съезд, но небольшая, она становится моей за серьёзностью. Бравильно, просто через интернет. Интернет. Были случаи, когда мы общались, потом девушка рвала общение со мной больно очень. А я зачем? Ведь это её правда. Чем? Почему вам больно? Чем? Чем больно? Сейчас я нахожу из этого состояния, иногда возвращаюсь к него. И вот, помогите при ваших разобраться, как поступить, чтобы предпочтить больно. Ну, надеюсь, я вам ответил. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку «Будро по ночи». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи.